Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о программе Capture One. Я покажу вам свой подход к подготовке файла в этой программе к дальнейшей обработке в Photoshop. Начать хочу с того, что эту программу можно использовать на любом языке. Если в Photoshop, я всегда говорю, что Photoshop стоит использовать именно на английском языке, потому что русский перевод, скажем так, плохой, то здесь вы можете использовать любой язык, который вам нравится. Я обычно использую немецкий язык. Чтобы изменить язык, идем в меню «Редактировать», «Эдит», в «Настройки». Здесь вверху можете выбрать любой язык, который вам больше нравится и удобен. Для этого урока я выбрала русский язык. После этого вам нужно стартануть программу еще раз, и все тогда уже будет все на том языке, который вы выбрали. Итак, с чего мы начинаем? Начинаем мы, естественно, с того, что загружаем файл в эту программу, файлы для весь каталог. Нажимаем на кнопку «Импортировать изображение» и загружаем файл. И теперь, после того, как мы загрузили этот файл, приступаем к его подготовке, к дальнейшей обработке. С чего я всегда начинаю? Я всегда начинаю со вкладки «Объектив». Здесь я ставлю галочку «Около коррекции дифракции». Если были какие-то изменения внесены в изображение, которые зависят от объектива, которым вы пользуетесь, то программа автоматически исправит ситуацию. Следующая вкладка – это цвет. В этой вкладке я начинаю с панели «Баланс белого». Вы можете, если вы пользовались картой серого, использовать пипетку, точно так, как в Lightroom или Adobe Camera Raw, то же самое. Кликайте пипеткой по карте серого, и все. У вас автоматически настраивается баланс белого. Либо вы можете попытаться сделать это с помощью программных настройок автоматических. Я это обычно делаю просто на глаз. Вначале я пользуюсь ползунком Calvin. Он делает фотографии либо теплее, либо холоднее. Я знаю, что у нас фон серого цвета, поэтому мне нужно добиться просто на глаз простого серого цвета. Без вкраплений синего или желтого. Я просто доверяю своим глазам. С помощью оттенок мы удаляем зеленые или мадженто оттенки из фотографии. В этом случае много мадженто оттенков, поэтому я перевожу ползунок немножко налево. И убираю мадженто, добавляю немножко зеленого. Один из плюсов Capture One – это то, что вы можете, как в фотошопе, работать со слоями. Что я советую делать? Сейчас мы с этого и начнем. Мы создадим новый слой, кликнув по кнопке «плюс». Двойной клип на название слоя. И мы пишем название. Так как слово «фон» уже есть, а я хочу именно сделать слой для фона, я напишу «стена». Пускай это будет «стена». Теперь мне нужно сделать маску только для заднего фона. Я кликаю вверху по инструменту «Кисть». У меня вот такая кисть появляется. Ее размеры я могу менять с помощью, если я кликну правой кнопкой мыши, я могу поменять размер кисти и ее твердость. Вот я беру кисть примерно вот такую, полутвердую, и рисую по контуру модели. Здесь не как в фотошопе, здесь не нужно четкую-четкую маску делать. Достаточно пройтись просто аккуратно по контуру, не особо залазить на другие части. Проходимся по контуру. Маску, если что, можно потом подправить, не волнуйтесь. Итак, мы обвели. Теперь возвращаемся к панели «Слои». Здесь в правом верхнем углу есть три точки. И мы в выпадающем меню выбираем «Заполнить маску». Наша маска заполнилась. Итак, мы заполнили маску. Чтобы это увидеть, чтобы вам это показать, что мы заполнили маску, я нажимаю, делаю долгий клик на инструменте «Кисть». И здесь выбираю «Всегда показывать маску». Вот так выглядит наша маска. Теперь мы ее можем инвертировать. Я возвращаюсь к панели «Слои». Кликаю опять по этим трем точкам и выбираю «Инвертировать маску». Получаем теперь маску заднего фона. Но ее нам нужно еще немножко подкорректировать. Поэтому я опять крикаю на эти три точки и выбираю теперь «Уточнить маску». Смотрим, что получается. Мы можем смягчить края маски, чтобы они были более размытыми и более точными. применить. Применили. Применили. Я повторяюсь еще раз. Нам не обязательно все делать очень точно. Мы не в фотошопе. Я поправлю еще немножко маску в некоторых местах. И, в общем-то, все хорошо. Я теперь не хочу видеть маску. Поэтому долгий клик на инструменте «Кисть» и я выбираю «Показывать маску только при рисовании». Итак, маска у нас уже есть. Что мы делаем? Я хочу поработать с задним фоном. Я перехожу в следующую вкладку «Экспозиция». И здесь я могу уже работать с экспозицией только заднего фона, например. Мы можем менять экспозицию, мы можем менять контраст. Я немножко затемняю задний фон. Чуть уменьшаю его контрастность. И в том числе яркость. Изменяю немножко цвет. Тень оставляю такой, какая она есть. Мне ее затемнять не нужно. Что, опять-таки, очень хорошо в Capture One. У вас есть кривые. И у вас есть levels, уровни. Здесь есть точно так же, как и в фотошопе, каналы красный, зеленый, синий и RGB. Вы можете работать с уровнями, как и в фотошопе, либо с кривыми. Здесь тоже есть RGB, красный, синий и зеленый. Ну, а здесь еще есть классный канал. Он называется Luma. Он работает только с яркостью. И это очень удобно, когда нужно поработать именно с яркостью. Теперь я создаю новый слой. Называю его модель. Перехожу к меню панели слои. И выбираю здесь копировать маску из. И хочу ее скопировать из предыдущего слоя стена. Я ее копирую. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая маска. Теперь нам ее нужно инвертировать, потому что эта маска только для модели. Я опять нажимаю на эти три точки и выбираю «Инвертировать маску». Здесь опять я немножко подправлю ее. Вот это наша модель. Убираем маску. Нам она теперь не нужна. Вернее, мы убираем ее изображение, а не саму маску. И точно так же немножко исправляем экспозицию. Немножко затемняю света. Чуть осветлю тени, буквально чуть-чуть. Контраст оставляю таким, как он есть. Я обычно либо уменьшаю контраст, чтобы иметь возможность лучше проработать контраст в фотошопе, либо оставляю его таким, каким он и был. И я буквально чуть-чуть убираю насыщенность. Я перехожу к кривой, к RGB кривой и перевожу кривую немножко налево, белую точку. Так, это уже хороший вариант. Идем дальше. Но это еще, конечно же, не все. Теперь я хочу поработать с ее цветом кожи. Я перехожу снова в вкладку «Цвет» и выбираю здесь панель «Цветовой редактор». В «Цветовом редакторе» есть три вкладки. «Базовая», «Расширенная» и «Тон кожи». Вот именно эта вкладка мне и нужна, потому как мне не нравится абсолютно тон кожи в теневых участках. Я беру пипетку и кликаю по тому участку, который мне, скажем так, не очень нравится. И я теперь буду работать со всеми одинаковыми областями, такими, по которым я кликнула. Мы можем менять тон. Мы можем менять насыщенность. Я ее опять чую, только уменьшаю для подобных теневых областей. И немножко яркость. Дальше. Я возвращаюсь к слоям и создаю еще один слой и назову его «Волосы». Теперь беру кисть и создаю маску вот здесь. Здесь в волосах очень сильная желтизна. Я хочу эту желтизну убрать, кликая по той области, которую я хочу менять, чтобы она здесь зафиксировалась. И теперь я меняю ее насыщенность. Вот. Вот так это выглядит лучше. Скорее всего, в фотошопе придется еще немножко подправить эту область. Здесь она не совсем такая, какая мне бы понравилась. Еще немножко осветлим. Вот так. Я думаю, так пойдет. Итак, смотрим, что у нас получилось. До, после. Это наш обработанный вариант, а это было до. Еще раз. Это наш вариант, а это было до. До ума мы уже будем доводить эту фотографию в фотошопе. Чтобы импортировать изображение в фотошоп, вы нажимаете правой кнопкой «Машина изображения», вы выбираете «Редактировать с помощью Adobe Photoshop». И здесь вы выбираете, в каком формате вы будете отправлять этот файл в фотошоп. Выставляете всю информацию, 16 бит, параметры без сжатия или как zip, ну и так далее. И нажимаете кнопку «Открыть». Открываем фотографию в фотошопе. Я фотографию в этот раз открыла как TIFF формат, поэтому она автоматически открылась вначале в камеру RAW. Я нажимаю «Опен Объект». И мы уже в фотошопе и можем дальше обрабатывать эту фотографию. В Capture One есть все лучшее от Lightroom, а также некоторые функции из фотошопа, такие, как я вам показала, слои, кривые, уровни, levels. Исходя из моего опыта, я скажу, что Capture One является одним из лучших редакторов RAW, какой сейчас есть на рынке. Советую попробовать его хотя бы. Это сделать очень легко. Зайдите на страницу Capture One, скачайте официально программу. У них есть тестовая версия 30 дней. То есть вы целый месяц можете пользоваться этой программой. Программа просто отличная. И я советую вам хотя бы попробовать ее использовать, если вы ее еще не используете. На этом я прощаюсь с вами. И если у вас есть вопросы, как вы знаете, задаете их в нашем рабочем чате. Подписывайтесь. Так вс drowning.